Леш, ваш финальный бой с Сафиным уже была ваша четвертая встреча в этом сезоне. Какой у тебя был план на бой и что в итоге не получилось? Четвертая встреча с Сафиным? Я, к сожалению, не считал. Мы с ним достаточно много фехтуем на тренировках. План на бой был, я хотел завладеть инициативой и построить бой от атаки, но, видимо, это и было моей ошибкой. При счете 14-5, даже не 14-5, при счете 10-5 я начал искать схему в обороне. Сначала не очень удачно, но потом я сделал выводы, все-таки нашел некоторые моменты для себя, но при таком счете, конечно, эти моменты, они уже на будущее, потому что выиграть со счета 14-5 очень проблематично. Леш, у тебя был хороший период в этом сезоне, Турин, Новогорск. Как в целом для тебя складывается этот сезон? Нет, для меня это был очень плохой период. У меня был хороший период в конец того сезона, я выиграл чемпионат мира. Потом я неплохо начал этот сезон, я выиграл турнир в Турине, Гран-при, Новогорск. А дальше у меня, я уже в Турине, я уже фехтовал на самом деле. У меня травма случилась, она такая не очень серьезная, но очень неприятная. Это пик-энделит, заболел локоть и середина сезона у меня откровенно не получилась. Но может быть это и к лучшему, потому что сейчас начинается олимпийский отбор. Как мне кажется, я начинаю набирать форму и на этих соревнованиях я смотрелся очень неплохо. Жаль, конечно, что я проиграл в финале. Я считаю, что я набираю форму, иду в гору и все должно быть хорошо. Какие планы после турнира начинается уже потихоньку олимпийский цикл? Непосредственно после чемпионата России начинается олимпийский отбор в Санкт-Петербурге. Это будет первое соревнование. И для нас они очень важны. Тем более, что там это не Гран-при, это этап Кубка Мира. И там будут командные соревнования, которые идут уже за счет, в отбор на Олимпийские игры. А у нас отбирается именно команда, а не личный состав. И это очень важно. Соревнований командных не так много на самом деле. И выступать на них нужно очень хорошо. Конкуренция на международном уровне очень высокая. Нужно быть в двойке, чтобы быть уверенным, скажем так, в попадании на Олимпийские игры и в хорошей жеребьевке. Спасибо большое.